Добрый день, друзья! Злой ли Бог? Добрый ли Бог? И какой его образ, какой мы себе представляем? Близок он или далёк от реальности, если можно так говорить? Об этом сегодня немного и поговорим. Очень часто спрашивают в нашем секулярном мире, где же ваш, то есть наш как бы Бог, что столько зла, несправедливости, катастроф, страданий в этом мире. Как же так? Где ваш Бог? Или он настолько злой, говорят, тогда мне такого Бога не нужно, как будто мы с вами на рынке выбираем там Богов. Что хочу сказать по этому поводу, друзья? Прежде всего пытаемся размыслить, конечно, опираясь на Писание, естественно, не на выдумки, не на пустую голову нашу, и даже полную, неважно, а на Писание, конкретный текст и толкование его в рамках исторического контента, контекста этого Писания. Важно понимать, ещё раз хотим сказать, хочу, что если мы не понимаем исторического контекста и традиции того времени, когда писалось и говорилось то или иное Писание, то мы не поймём, о чём идёт речь, друзья. Итак, милосерден ли Господь Бог? Дело в том, здесь можно что рассудить, что человек, говоря слово «милосердие», наделяя его своими понятийными категориями, ждёт от милосердия того, что он сам им считает, что оно таково. То есть для человека, вот заболел кто-то, да. Конечно, милосердие для нас – это когда человек, кто заболел, выздоровеет. И этого мы хотим от Бога, и этого просим, и об этом мы молимся. Это наше понимание милосердия. Ну вот что происходит. Молимся, молимся, бывает так, и человек вдруг умирает, ни с чего не помогло, или остаётся инвалидом, не выздоравливает. Что же происходит? Почему Бог не слышит наших молитв? Конечно, слышит, друзья. Он не просто слышит, он в них всегда находится, потому что мы его дети, как он сам об этом говорит. Ни один волос с нашей головы не упадёт без его ведома. Значит, что же может происходить тут? А, друзья, здесь происходит часто, не всегда, конечно. Разные бывают причины. Часто озвучим одну из них, о чём говорит нам Писание. Дело в том, что милосердие наше, понимание милосердия, очень далеко от того милосердия, какое имеет Господь Бог. Почему я так говорю? Читаем пророка Исаия. Глава 55. Кому интересно, могут найти, посмотреть сами. Говорит Господь Бог через пророка Исаия. Ищите Господа, когда можно найти Его. Когда Он близко. Немножко перевод здесь лучше поправить. Ищите Господа, потому что Он близко. Призывайте Его. Он рядом. Да ставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. И да обратится к Господу. И да Он помилует Его и Богу нашему. Ибо Он много милостив. Обратится к Господу и Богу нашему. Здесь, когда смотришь на дальний перевод, не очень понятно, почему и к Богу, и к Господу. Но мы говорили с вами, что у Бога много имен в зависимости от того, какие действия производит Он на земле с человеком. Сам Бог дает себе эти имена. Ни в коем случае не мы. Но мы не будем сейчас углубляться в эту тему. Она другая. Итак, говорит далее Господь нам. «Мои мысли, не ваши мысли, друзья, внимание здесь, не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших». Конечно, надо понимать, что небо не имеется в виду облака, вот то, что мы видим, вот это сгущение воздуха синего цвета. А небо на еврите переводится как «где-то там», там, где-то там, где мы достать отсюда не можем. Вот это понимание неба мы часто встречаем в Писании. Надо тоже это помнить. И далее, как дождь и снег исходят с неба и туда не возвращается, но он напаяет землю и делает ее способной рождать и превращать. Как это приятно читать. Какое домостроительство глубокое, друзья. Чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих. Оно не возвращается ко мне тщетным никогда, видите. Но исполняет то, что мне угодно. И совершает то, для чего я послал его. То есть у Господа Бога слово есть энергия, потому есть слово. И сказал Бог, да будет свет. То есть само слово порождает мироздание. Это так, друзья, у Бога, у Господа. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь. И все деревья в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис. Вместо крапивы вырастет мирт. И это будет во славу Господа. Знамения вечные, несокрушимые. Вот, друзья, какие прекрасные, чудные слова. Когда мы следуем путям Божьим и Его заповедям. Вот это нам обещает Господь. Будет мирт. Вместо каких-то колючек будет вечная, вечная, несокрушимая слава Божья. Потому что все, что нас окружает, это есть слава Божья. О чем же мы здесь с вами говорим? Еще раз вернемся к милосердию. Итак, человек умирает, за которому мы молились. И на наш взгляд, на наш оценку милосердия не получилось. Нет здесь милосердия у Бога. Здесь оно не случилось. Он не дал нам то, что мы просили. Но, друзья мои, ведь только Бог знает, что есть в данном случае милосердие истинное. Для нас милосердие, чтобы человек остался жить и ходил дальше своими грешными путями. А для Бога это милосердие. Забрать его в этот момент. Может быть, наилучший как раз. Не может быть, а точно. Для него забрать его с этой земли. Для нас это горе. Нам не нужно такого милосердия, друзья. Потому что часто нам не нужен Бог с его непонятной волей. Не дай, Господи, что воля Твоя будет не такая, как у меня. Твоя воля должна быть исполнить мою волю. Вот принцип наших молитв. Так что, друзья, когда мы видим, сколько младенцев побитых, убитых, что произошло, например, в Египте, или когда Ирод искал души младенца Иисуса, сколько там в Ифлиеме было погибло младенцев, малышей, для нас это страшное, страшное событие. И спрашивают люди, что это за Бог такой у вас. Почему? Потому что спрашивают, исходя из собственного представления милосердия, что милосердно здесь остаться на земле. Если Бог забирает к себе, это уже не милосердно. Вот так мы судим не только себя и вокруг всё, но и Бога. И не понимаем одного, самого главного. У Бога нет мёртвых. У Него все живы. И говорит нам Мессия, я Бог не мёртвых, а живых. Это не значит, что у мёртвых нет Бога. Это значит, что у Бога нет мёртвых. У Него все живы. И если Он забирает с этой земли души человеческие, для нас это кажется не милосердным. Для Бога же в определённый момент это самое милосердное, что может быть для этого человека. Вот отсюда, друзья мои, рождается какой-то образ какого-то злого и страшного Бога. Да, Бог страшен. Когда страшен человеку? Всегда, потому что человек живёт во грехе. Но милосердие его бесконечно, друзья. Почему? Потому что всё, начиная даже с того воздуха, которым мы дышим каждую секунду, и считаем, что это нам обязательно нужно, что это само собой разумеется, это даёт нам Господь Бог. Если случается когда-то в каких-то историях, что воздуха нет, вот тогда человек вдруг в секунду эту понимает, как важно для него было дышать. Так как Господь Бог, который всё вокруг, мы его принимаем, как будто это должное, всё, что он нам даёт. Но как только чего-то нет, мы вдруг видим, ощущаем, что мы задыхаемся без Бога. Итак, в чём же искажение образа Бога? Вот оно, я чуть-чуть затронула, такая важная, большая тема, друзья. И оно невозможно в нескольких десятков минут всё посмотреть, обо всём поговорить. Вот в этот момент почему происходит искажение Бога? Да, мне нравится воля Его, Его милосердие, оно нас не устраивает. Гуманизм человеческий, кстати, гуманизм ставит именно человека, гомо, гомо сапиус в центр, а не Бога. Это страшное, кстати, наклонение и отход от Бога. Это средневековый и поздневековый гуманизм, так называемый, толерантность. Толерантность – это медицинский термин, это определённые медицина, способы действия, чтобы во время какого-то лечения, например, рака или прочего, пересадки органов, погасить иммунную систему, то есть чтобы она принимала всё и не сопротивлялась, и органы какие-то, и так далее. И теперь мы используем слово толерантность в нашей жизни повседневной. Вот так вот эта толерантность ко всему, этот гуманизм, друзья, и исказил нам образ Бога. Мы Бога стали делать таким, каким хотим его видеть, исходя из нашего сегодняшнего, в кавычках скажем, милосердного времени и гуманистского времени, нашего сегодняшнего мировоззрения. В этом беда. Потому, друзья, никто не хочет, почти никто, изучать священное писание, тару. Вдруг там образ Бога предстаёт. Не тот, какой мы себе, скажем честно, нарисовали. Нет там чего-то сладчайшего, нет чего-то там, какого-то душка какая-то на побегушках, когда мы должны правильно помолиться, вычислить определённые тексты, и будет так, как мы хотим, а не так, как он. Потому что, когда с нами что-то происходит, это воля Божья. Да, мы просим избавить нас из искушений, от бед и неприятностей, от скорбей. Об этом нам учит и Господь в молитве Отче наш. Просите меня, именно просите меня, ну избавить-то, друзья мои. Ради чего, опять-таки? Мы уже говорили об этом. Ради того, чтобы мы продолжали нашу греховную жизнь на земле. Да, греховную. Мы не можем и дня провести, чтобы не согрешать. Или ради имени Божьего, что мы будем бороться с этим греховным началом ветхого человека. И жизнь мне нужна, чтобы воспевать Господа, чтобы славить Его, чтобы учиться идти путями Его в святости и праведности. Потому что, друзья, ещё раз скажу, святость и праведность – это поиск Бога. Потому мы все с вами Боги, мы все с вами с маленькой буквы, конечно, Боги. Помните, об этом говорит и Давид. Все, кто ищет Бога, с маленькой буквы Боги. Почему? Потому что человек призван обожиться. Не по естеству, как Господь Бог, а по благой воле Бога, по благодати данной даре. В божественном даре мы должны обоживаться. Мы святы и праведны, когда ищем Бога. Потому что святость и праведность, друзья, это путь. Итак, к сожалению, вот это искажение самого образа Бога, когда он предстаёт в Писании достаточно страшным. Посмотрите, какие жёсткие слова исходят из уст Христа. И действия его жёсткие, но нам это не нравится. Мы даже его действия, слова обули в какие-то толкования сладчайшие. И даже когда он обращается к фарисеям, то есть мы всё спихнули вину на фарисеев, но Христос обращается к определённой кучке к стаблименту фарисейскому, потому что фарисей он сам, он тоже фарисей, он раф. Фарисей апостол Павел, у него много было друзей фарисеев, кто приходил к нему, и Никодим, и так далее. Он именно обвиняет вот эту вот кучку, которая должна была нести Тару, народу. Сидят на седалище Моисеевом, говорит Христос, берут ключи от Царства Небесного, сами не заходят и другим не дают. И на вот этот вот заевшийся эштаблимент, который тоже исказил образ Бога, сделав его каким-то ритуализированным, если можно так сказать, шаманским образом исказив его, что делаем и мы, мы пошли ещё дальше, надо сказать. У нас служение Богу превратилось в какие-то ритуальные шаманские действия, не понимая одного, что Богу наши действия не нужны. Делаем это ради себя. Богу нужно наше чистое сердце, без лукавства, которое понимает, что делает и как оно хочет жить, что оно ищет Бога, понимает и отдаётся в этом отчёт. А если оно уже нашло Бога, то есть нашло что? Собственный фантазийный образ Господа, как бы служителя служебного духа и многих-многих его помощников, которые нам помогают в пробивании на этой земле. Друзья, в этом всё искажение образа. Потому я ещё раз хочу сказать, нет ничего сладчайшего в нём, в Господе, как мы хотели бы, на наше усмотрение. Господь говорит нам, приди в радость Господа, если ты раб честный, правдивый, искренний, раб, значит, насработник Богу, приди в образ, в радость ко мне. Эту радость даёт Господь Бог, а не тогда, когда мы сами захотим. так, Господь Бог, я всё сделал, я иду в Твою радость, сделана. И не значит это, что мы её найдём. И когда мы не находим радости, которую хотели бы в результате своих действий, то мы начинаем её, друзья, сочинять. Ещё раз хочется сказать о милосердии, которое нам являет Господь, относясь к нам большой, с большой любовью и терпением. Всякий человек, конечно, исказил свой образ Бога в себе. Именно образ Бога исходил себе. И мы несём грех в этот мир. И много, многое, кто несут соблазны для других. И Господь Бог говорит нам, Христос говорит тоже, повторяет соблазнам надобно прийти в этот мир. Но горе тому, через кого они приходят. в книге Экклезиаст есть удивительные слова, я передам своими словами, что Бог приберёг нечестивых для того, чтобы в своё время использовать их и видеть на них славу свою. Просто даже страшно это читать. То есть есть нечестивцы, как пишет и Давид, расширяющиеся. То есть живут они, мы думаем, никто их не трогает. Бога нет, они живут, потому что если бы он был, он бы их наказал. люди злые, люди криминальные, убийцы и воры бывают, или просто безразличные, очень богатые, или даже не очень. И всё, ничего с ними не происходит, они даже не заболевают. Вот какой-то праведный человек скромный, тихий, болеет, и все у него там болеют, и что-то у него случается. А этот человек, который буквально по костям сделал себе карьеру, деньги, огромный там дом, с ним ничего не происходит, и дети его бегают по лужайке радостной. Об этом говорит Давид, как раз, я повторяю его слова. И ничего с ним не происходит. Как же так? Вот теперь мы понимаем, о чём говорится в книге «Экклезиаст». И это же мы с вами встречаем в исход книги, который сейчас изучаем с фараоном в действии. Нечестилого человека, без чести, который без Бога. Господь иногда приберегает, ничего ему не делает, не касается его. Почему? Потому что любые действия, скорби и другие разные события обычно происходят с человеком потрясения, неустройства, когда Бог пытается, в кавычках, скажем, пытается нашим языком, когда Бог этого человека, можно сказать, толкает буквально, иногда пинками в нужное направление, откуда он сворачивает, потому что любит этого человека, любит каждого человека. Но иногда для человека, ушедшего очень далеко от Бога, и это бесполезно, потому это с ним не происходит. Это уже воспитание такое, жесткой, твердой рукой Бога, бесполезно для этого человека. И он прибережен для славы Божьей. Это могут быть очень страшные события, друзья, с этим человеком. На нем будет явлена слава Божьей. В свое время было явлено на десяти казнях египетских, когда были уничтожены египетские башки, их якобы власть, как фараон, тоже Бог Нила, крокодил, главный Бог, как они себя называли, тоже был изничтожен и погиб, залит морем, волною морскую. Потому, друзья, мы никогда не знаем домостроительство Божьего. Вот книга Иов об этом нам очень хорошо говорит. Не можем этого понять. Всегда бывают какие-то события, мы можем их описать с нашей точки зрения. Может быть, это имеет какой-то смысл говорить. Но там могут быть столько еще неведомых нам причин для того, чтобы что-то случилось или что-то кто-то заболел или какие-то другие события. То, что сейчас в мире происходит. Мы можем размышлять, обязаны размышлять, находить какие-то небольшие пункты. Да, мы видим руку Божью, она на нас простерта. Будем ли роптать или нет? Будем ли принимать обстоятельства или нет? Поймем ли, почему с нами это происходит? Из-за того, что мы стали тепленькие, не горячие, не холодные, как говорит нам из книги Апокалипсис, Христос. Если вы были бы горячими или холодными, а так вы тепленькие, извергну вас из уст моих. Там еще хуже слово употреблено, буквально из блюю, если посмотреть в оригинал. Вот, что хотелось сказать именно это. И хочется еще в заключении сказать, представляете, как это важно жить по воле Божией, отдаваться в Его руки, не свою навязывать, постоянно пытаться Богу волю, исполни мне вот лист, подпишись, вот мои желания, а следовать за Его волей, за Его заповедями. Всегда говорить, да будет, как ты хочешь, хоть мы и просим, и, конечно, по всем просим, мы дети Его, но в заключении мы понимаем, что будет так, как хочешь ты, потому что даже наша просьба, нам кажется, что она не исполнена, но она, друзья, исполнена, но не только не так, как нам бы хотелось, потому что не только нам нужно исполнение каких-то просьб, но и теми методами, какими нам бы хотелось, чтобы эти просьбы были исполнены. Например, я прошу терпения, и Бог мне его даст. В каком виде? В том, что мне придётся очень много терпеть. Вот, дорогой человек, вырабатывай терпение, ты же просил. Это только один маленький пример. И так во всём мы не понимаем, какими путями нам Бог будет исполнять, делать и так слово такое исполнять, совершенно неверно. Но Он всё равно часто исполняет наши просьбы, просто мы не видим этого, не замечаем, потому что мы хотели, чтобы это было исполнено ещё и по-другому. Вот до такой степени человек ставит себя в центр Вселенной, друзья. Пока мы не поймём этого, что мы не можем стоять в центре Вселенной, да, вся Вселенная, весь всё мироздание, сделанное ради человека, но человек сотворён ради Бога, ради самого себя, как говорит Господь. И вся Вселенная, созданная ради человека, знаете, как матрёшка, а человек ради Бога, и мы должны понимать, что мы внутри этой системы, то есть мы внутри самого Господа Бога. И поэтому, когда мы, находясь с Богом в Его творении, в части Его планов, внутри Него начинаем противоречить Богу своими действиями и желаниями, это как какая-то колючка, конечно, она будет извернута вон, друзья. Поэтому вот об этом хотелось бы подумать. Какой образ Бога мы имеем перед собой? Какой Он у нас? Если мы все задумываемся, возможно, мы увидим, что пути наши совсем не те, которые от нас ждёт Господь Бог. Что мы придумываем себе и молимся Богу, который фантазийный в нашей голове, потому что истинный Бог довольно страшный, который бывает с нашей точки зрения, конечно. Нас часто просто не устраивает, друзья. Всем доброго времени, многих раздумий и хорошей-хорошей погоды, как вне, так и внутри нашего сердца. Всего доброго.